Сегодня я расскажу вам о многих препаратах Бионоватик по технологии Наутил. При работе в технологии Наутил актуально применение микробиологических препаратов. Это связано с тем, что их прямая работа это структурирование почвы. А как я здесь сидел, слушал, что самое главное у вас в технологии это структура почвы. Почему актуально применять препараты именно компании Бионоватик? Потому что на сегодняшний день на территории Российской Федерации и в странах СНГ у нас современное новое производство, отвечающее всем мировым стандартам качества производства биопестицидов. Самое важное в производстве микробиологических пестицидов это чистота производства и высокая концентрация. Частоту производства, то есть без посторонней микрофлоры мы получаем с помощью эстетической линии розлива. Высокую концентрацию препаратов получаем за счет того, что у нас есть современная лаборатория. Наши препараты на сегодняшний день дольше остальных препаратов на территории Российской Федерации и странах СНГ хранятся и более концентрированы. Линейка биопрепаратов. Еще раз. Биологические фунгициды защищают ваше растение от семени до уборки урожая. Два биологических инсектицида, которые не вызывают резистентности у насекомых. Также ежегодно практически выходят различные новинки. В этом году выйдет у нас новинка, это деструктор гербицида имазоморса, в частности имазотопиры. Рестарт. Прошедшие многолетние опыты на территории Российской Федерации. В ближайшее время выйдет системный фунгицид, биологический системик АЭН. Также выйдет починный ситицид, биослип МТ. Наши препараты вы можете приобретать как по отдельности, так и программами. Под каждую культуру есть программа. Комбинация препаратов и дозировок, которые более целесообразно, на них отзывается культура. Программа МАКСИМУ – это универсальная программа, которая подходит в ряде регионов большинству сельхозвозделанных культур. За счет чего? За счет того, что здесь есть фосфор-калиумобилизатор, органит П, который переводит с неусвояемую форму фосфор на протяжении всей вегетации. То есть это своего рода капельница к вашим растениям. Азот, фиксирующая бактерия, фиксирует азот с воздуха, тем самым обогащая растения основным макроэлементом на протяжении всей вегетации. Фунгицид органик АЭС по вегетации сдерживает от грибных болезней до двух недель, в почве непосредственно корневую зону защищает на протяжении всей вегетации от грибных и бактериальных заболеваний, как профилактика. Регулятор роста Биадукс реанимирует растения в виду стрессов, если растения их испытывают. Если стрессов не испытывают, то активизируют ростовые процессы. Данные препараты совместимы в баковых смесях с химическими и зерогическими пестицидами. На данном слайде представлены акты по Ростовской области сельхозпроизводителей, которые занимаются наутилом. Прибавка составляет у нас от 7 до 17 центеров. В урожай это от 2 до 9,5 центеров по зимой общениц. На данном слайде отчетливо видно, как работают препараты. Не всегда такую картину можно увидеть, но это наиболее наглядно показывает, как работают в засушенных регионах наши препараты. Фотография сделана в 2018 году агрономом, который испытывал наши препараты. Вы можете видеть на правом фотографии озеленяющий эффект, то есть, так сказать, пролонгированное действие. Здесь порядка 10 гектар вегетировали на 2 недели дольше. За счет этого при уборке растения выглядели настолько выше, чем контроль, и прибавка была порядка 7 центеров, при урожайности 50 центеров на контроле. В прошлом году у нас были возвратные заморозки. То есть, в мае месяце минус 13, азимая пшеница, которая уже практически выгоняла колос, она легла под низ, как с кирбицидом. При реанимации азимой пшеницы данной программы растения сформировались, наоборот, быстрее, то есть, вегетацию мы не затягиваем, не ускоряем, и была прибавка порядка 4 центеров в гектаре. То, что сейчас актуально, то, что вы можете на своих полях опробовать и просто посмотреть, как работают наши препараты. Это биослибровый биологический инситицид, действующее вещество Баверия Басяна. На сегодняшний день с высокой эффективностью, как у топовых химических пестицинов 98%, и с длительным периодом защитного действия. Максимум, пока мы работали, на полях в 2019 году двухкратно. Остальные года у нас в 2020, 2021 пока однократно, но 2021 еще идет, возможно, будет где-то двухкратная отработка. Можно будет. Видео есть у нас на YouTube-канале. Я думаю, на Агробуке уже ранее мои коллеги рассказывали, показывали это видео. Суть в том, что это препарат контактно-кишечного действия. При попадании спора... Вот сейчас будет видео. Контактно-кишечного действия при попадании спора прорастает в саму гусеницу. В зависимости от возраста, от иммунитета насекомого. Гусеница умирает либо через двое, либо через пять суток. Как ранее слышал, здесь призывали вас, чтобы не сравниваться с классикой, что ваша технология – это ваше, надо забыть классику и работать так. Так и у нас. Мы не сравниваемся с химией. Химия работает, вы можете увидеть сразу, да. У нас через пять дней. И у нас могут быть живые насекомые, но они уже не наносят вреда. То есть если на 40 взмахов, на 20 взмахов, на 40 квадратных метров у вас 20-30 гусеницев, то порог экономической наносасти не превышается. Также препарат обладает алицидным действием. То есть все, что вылупляется, при попадании спора оно уничтожается. Если спора гусеница зацепила и уходит на окупливание, она уже не вылетает. Каждая умершая гусеница перезаражает других ростовик – спорангель. Это фотография сделана в 20-м году в Константиновском районе. Здесь было 8 химических обработок. Скорее всего, просто неправильно подобраны химические препараты. Перетроиды, хлороперефросы. И запустили вот такую ситуацию. Тоже нулевая технология. 8 химических обработок и, соответственно, 3 жмения на 20 взмахов с очка. То есть здесь уже не спасешь горчичку. В 2021 году мы заложили также опыт. Через 6 дней у нас была на 20 взмахов 21 гусеница. Из них более-менее живых 4. Сейчас набранные дороги также будем мониторить. Если будет уменьшение численности, то все отлично. Если будет уменьшение, то, скорее всего, будет вторая обработка. Потому что таких влажных годов не было до этого. Столько осадков. У меня все. Это контакты нашего основного дистрибьютора, через которого мы работаем. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. А где основного предприятия у вас? Центрального. Предприятия у нас находятся в городе Казань. Там и лаборатория, и производство. Если есть желание, у нас день открытых дверей всегда. То есть мы ничего не закрываем, ничего не скрываем. У нас группы с разных регионов приезжают, смотрят. Это сделано для того, чтобы могли сравнить. То есть то, что мы говорим, правда, это нет. Есть вопросы Ивану Андреевичу? Нет? Интересные технологии и интересные способы, не вредящие растениям. Хорошо, спасибо.